Приветствую вас, Аноним. Я вот почитал ваш текст. Ну, в первую очередь хочется сказать, что никакого вопроса психологам вы не задаёте. Кроме того, что спрашиваете, почему не хотите. На это могут быть самые разные ответы. Очень разные. Начиная от того, что у вас есть некие особенности физиологии. Ну, просто особенности физиологии. Тела. И заканчивая неким таким особенным отношением к сексу. То есть заканчивая тем, что вы к сексу относитесь как к чему-то важному. Ну, сверхважному. и тут, конечно, нужно беседовать с вами более обробно, более раскрыто, чтобы понять, что вообще, что вообще говоря происходит сейчас с вами. Ну, вот вы говорите, что доверяете своему мужчине вы говорите, что перед ним вы не стесняетесь. не стесняетесь. Но очень странно в таком случае выбрано место машина для первого раза. На мой взгляд совершенно очевидно, что вам некомфортно. вы не чувствовали себя вообще удобно, потому что ну, в машине все равно ну, места не так много и как бы это больше для опытных достаточно. Для опытных людей. вот. То есть, мне вот здесь, конечно, не совсем понятно, как вяжется то, что вы описываете, что вы доверяете молодому человеку, что вы не стесняетесь с тем, что это произошло в машине. Вот. В целом, у вас есть позиция, в целом, в целом, вы, в общем-то, вы сказали эту позицию, вот, вы сказали, как будете делать, у вас есть некое такое вот свое видение ситуации, и, в общем-то, это весьма естественное и позитивное, на мой взгляд, видение ситуации, вот. вы так чувствуете, вы имеете полное право выразить человеку свои чувства, вы имеете полное право сказать человеку, как, ну, как вы себя ощущаете, и так далее. вот. Ну, я, честно говоря, не уверен в том, что у вас действительно такие доверительные отношения с мужчиной, я вот, честно, не уверен в этом, вот, не уверен я в том, что у вас доверительные отношения с ним, потому что он намекает вам в том, ну, в том и на то, что, вот, вообще, в принципе, ну, нельзя, нельзя намекать, да, то есть, как бы, вот, ну, нельзя намекать на такие вещи, вот, а он как-будто бы не понимает, что вас этим обижают. Вот. и, и, соответственно, соответственно, из этого я могу высказать, из этого я могу сделать такое небольшое предположение, да, что ваши отношения, они, ну, все же не совсем доверительные, вот. Что касается того, что вы теперь не хотите заниматься сексом, вы боитесь боли, то, это связано с тем, что именно сексуально, именно сексуально, своему молодому человеку вы все-таки не верите, несмотря на то, что хотите показать обратно. Вот. Ну, вы не верите человеку, вот, вы не доверяете ему, и секс для вас имеет некое, опять же, такое обособленное, именно обособленное значение, то есть, секс для вас имеет именно вот такое особое значение, скажем так. Вот. Понимаете? на самом деле, на самом деле, секс это неотъемлемо важно, но все же часть. Понимаете? Вот. А часть отношений. А вот это такое ощущение, что такая вот отдельная сфера, в которой и вы, и, 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 а ваш мужчина, значит, ну, занимаетесь, а, чем-то, таким, своим, по сути. вот. Я не думаю, что это хорошая идея, я не думаю, что это качественная идея. Вот. Поэтому вам нужно посмотреть в сторону того, насколько вы со своим мужчиной близки, и близки ли вы с ним. вот у меня сложилось ощущение, что вы скорее не близки с ним, чем близки. У меня такое ощущение, по крайней мере, это сложилось. А, вот. Потому что то, как он к вам относится, то, какое место он выбрал для занятия секторов, но это все-таки очень высказывает неценность вас в его глазах. Также я выделил бы у вас уже некую неуверенность в себе, тревожность, вот. Возможно, акцентированное внимание все еще на сексе. В той или иной степени. вот. Не знаю, насколько, конечно, сложно. Потому что это нужно разбирать. А, именно, вот. Ориентируясь уже непосредственно на вас. Вот. Но ситуация, на мой взгляд, складывается именно так. вот. Ну, и вот, вы пишете, думаю, все высказать, что не нравится, и что обидно, и я не готова, значит, заниматься сектором. Да, это все очень здорово, но, это правильно, что вы готовы ему высказать, но... да, и то, что мужчина, вот, требует от вас, быть, такой вот, знаете, раскрепощенный, как вы сказали, это тоже, тоже показатель того, что человек относится к вам не ценностно. То есть, ну, больше как к сексуальному партнеру, неже, чем, как личности. А, вместе с тем, вместе с тем, очень важно, чтобы вами было отмечено, почему вас обижают вся эта ситуация, почему вы воспринимаете нас в расчет. А, это тоже очень важно. Понимаете, а, есть определенное и сексуальное поведение, есть определенная и сексуальная культура, есть определенный сексуальный сценарий. И вот с этими вещами необходимо работать сейчас. Понимаете, сексуальное поведение, это то, как вы ведете себя в секс. То есть, это ваше поведение, направленное, в первую очередь, на получение собственного удовольствия, на получение, в первую очередь, собственного наслаждения, а не на наслаждение партнера. Вы говорите, что вам обидно, что ваш партнер получил, что хотел, а вы нет. Я вас понимаю. Вместе с тем, ваш партнер позаботился о себе, а вы нет. И возникает вопрос, а почему? Почему вы о себе не позаботились? То есть, вы считаете, что о вас должен позаботиться мужчина. Возможно, только возможно, что это так. Возможно, мужчина и должен был о вас позаботиться, но он этого так или иначе не сделал. И вы, по сути, продолжаете требовать от него того, чтобы он это делал. Не особо вникая в то, может ли он это делать, хочет ли он это делать. И что для этого, собственно, делаете, вообще говоря, вы и сам. Потому что ваше наслаждение – это ваше ответственность. Да, на изучение своего тела, на познание своего тела, естественно, требуется время. Это так. Это правда. Но важно понимать и другой момент, на мой взгляд. Важно понимать и то, что очень важно в каких условиях это происходит. То есть, если это происходит в таких условиях, как у вас, то при всем уважении к вам, я думаю, что ситуация, скорее всего, со временем попросту не изменится. Она попросту останется такой. Вот и всё. Понимаете? Это очень важный момент, там, это должны быть условия. Вы говорите, что я напряжена была, вы говорите, что я чувствую себя, там, ну, скованно, да, и так далее. И всё так, потому что неподходящий, неподходящий для этого, антураж, неподходящий для этого условия. И эти неподходящие условия выбрали вы. Вот. Опять же, я думаю, не прислушившись к себе, не прислушившись к тому, что вам этого не хочется. Понимаете? Понимаете? Штука-то какая. Вот. В чём? Штука-то. Вот. Так что, такой вот вам ответ могу я дать. Вот. Отдаю себе я, конечно, отсчёт в том, что вы, вероятно, ожидали другого ответа. Вот. Вот. Но, ситуация пока складывается именно такой, что вы переложили ответственность за свое удовольствие, за свое наслаждение на человек. Просто на другого человека. И обижаетесь теперь, что он человек, а вас не подумал. Вот. И нужно мне кажется спросить себя, себя спросить, а должен ли он был о вас думать? Да. Только не торопитесь. Пожалуйста. С ответом. На этот вопрос. Потому что очень легко ответить. А вот. Дальше. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация нормализуется. Удачи! Удачи!